Здравствуйте, меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в семнадцатом уроке видеокурса уникальные виджеты adobe muse в этом уроке мы с вами поговорим о виджете посмотрим на строчки я бы сказал даже самым наверное популярным виджете среди сообщества adobe muse то есть это самый популярный виджет потому что это виджет анимации то есть анимация объектов которые например когда появляются на экране начинают производить анимацию то анимацию которую зададите вы вот я сейчас обновлю и тут демки я повесил вы можете наблюдать как происходит разного рода анимации пульсирующие анимации зацикленные и так далее итак давайте перейдем в adobe muse и рассмотрим настройки данного виджета и так виджет я перетаскиваю на холст и в настройках виджета мы видим только описание но я сделал описание на вот этой странице да также вы ее сможете каждый раз посетить если вам будет нужны так сказать шпаргалки подсказки здесь также в каждом блоке идет название анимации которую нужно добавить к объекту то есть прошлом уроке то что мы делали здесь тоже самое только этот виджет анимации он происходит без каких-то действий мыши да он происходит сразу же как только он попадается в поле зрения на лендинге человеку анимация срабатывает и и здесь я вам прописал все переменные внизу здесь вот нужно вам прочитать что такое infinity и внизу тоже есть пояснение но я сейчас в уроке вам все это покажу то есть как обычно смотрите виджет вы просто располагаете на холсте ничего с ним делать больше не нужно и давайте попробуем сделать какую-нибудь анимацию то есть я беру просто простой блок анимация наносится на объект также то есть любой объект можно заанимировать также это все прописывается в гиперссылках то есть идем в подсказку я например возьму вот в самом низу эффект то есть также прописывается слово muse free пробел и название анимации выделили объект переходим гиперссылки и так же все как в прошлом уроке прописываем enter и давайте посмотрим и вот у нас анимация срабатывает она срабатывает один раз то есть если я прокручу страницу вниз объект скроется с глаз и после этого я прокручу обратно наверх страницу анимация не срабатывает если вам нужно чтобы анимация прокручивалась каждый раз когда объект попадает в поле зрения человека для этого нужно прописать еще одно слово обращаемся к моей подсказки сам внизу там где у меня заголовок переменные вот здесь есть такое слово скролл вы видите да и идет описание вы сможете прямо отсюда с подсказки данное слово скопировать сейчас я вам покажу где это нужно прописать то есть дальше после анимации также вы ставите пробел ставите скролл и enter и идем в браузер анимация также проигрывает я прокручу страницу вниз объект скрывается с поля зрения поднимаю наверх и вы видите каждый раз когда объект будет поле зрения анимация будет срабатывать здесь уже просто на ваше усмотрение как вам нужно чтобы анимация работала ну и соответственно какая вам анимация нравится да например вот это копируйте название выделяйте объект заменяем например название анимации и enter смотрим и вы видите анимация сменилась теперь как вставлять анимации вам понятно да любое название берете из блока какая анимация вам нужно и она будет для вас работать теперь как зациклить анимацию вот здесь идет описание нам нужно слово вот это infinity копируем его с лендинга также переходим в наш объект удаляем например скролл и вставляем в конце infinity и давайте посмотрим это должна быть зацикленная анимация то есть смотрите анимация будет играть бесконечно я ничего не делаю могу прокрутить страницу вниз она все равно будет прокручиваться каждый раз причем infinity действует на любой эффект какой бы вы ни взяли выезжание блока слева справа неважно но любую анимацию инфинити работает какие еще здесь есть переменные давайте посмотрим например вот этот с 1 d1 от 1 до 40 то есть это длительность анимации как это прописывается смотрите мы возвращаемся значит в гиперссылки инфинити например убираем идет минус фри название анимации и мы здесь ставим по-английски с 40 и enter давайте посмотрим то есть видите что происходит эта скорость анимации движется очень медленно то есть с 40 это максимальная замедленная скорость если мы сделаем например с 10 то будет чуть побыстрее вот вы видели да дальше д задержка перед срабатыванием то есть анимация не появится пока не пройдут миллисекунды можете также оставить с 10 чтобы она была медленней просто ставите проблем и ставите d и поставлю 15 смотрим видите ничего нет и вот она появилась скорее всего это миллисекунды потому что 15 секунд намного дольше 15 миллисекунд прошло и анимация появляется можно просмотреть здесь настройках здесь вот написано миллисекунды вот видите в конце описание виджета до 10 с 10 миллисекунды ms это миллисекунды дальше давайте посмотрим как будет срока ничего нет ничего нет долго ничего нет и вот она появляется вот практически в принципе и все что может сказать об этом видите есть еще конечно анимация бегущих цифр но а у меня почему-то она не срабатывает разработчик виджета говорит что проблем быть не должно но у меня все равно не получилось заставить двигаться цифры давайте вам покажу как это должно быть берете инструмент текст и пишет например один два три 4 5 можно сделать жирнее покрасить другой цвет то есть мне нужно чтобы цифры бежали так из этого объекта я заберу news free слово чтобы от руки не писать выделяем объект с цифрами идем гиперссылки ставим news free и нужно поставить пробел вот такое слово counter это идет для цифр чтобы они были заанимированы переходим в браузер и у меня ничего не происходит то есть их даже не видно то есть это анимация у меня срабатывает а анимация цифр нет не знаю возможно в обновлении виджет они это исправит вот у меня к сожалению не получается заанимировать цифры в остальном виджет рабочий сто процентов на этом я заканчиваю данный видео урок и увидимся в следующем и и и и